У нас даже Манни любит эти ферментированные овощи. Сидеть, Манни сидеть, Будемчемным, просит уже. Видите, он уже просит. Вкусно? И с его пищеварением тоже все отлично. Моем руки и продолжаем. Привет, друзья! С вами Ухты Кухня. Сегодня покажу, как я ферментирую овощи. Сразу два способа. Будет все просто, быстро, вкусно, интересно. В сотейник наливаю 1 литр воды. Ставлю на огонь. Добавляю столовую ложку соли. Совсем с небольшой горочкой. Перемешиваю. И пусть себе закипает. А я в это время займусь овощами. Первый способ. Понадобится капуста. Капуста уже зрелая, сочная, белая. Нужно ее нарезать. Зимняя ты имеешь в виду? Ну да, осенняя, зимняя. Не ранние сорта, а уже такие созревшие. Грубо нарезаю. Да, этот рецепт без соли, без уксуса, без сахара. Ну, просто идеальный для пищеварения. Уж поверьте. Я думаю, этого будет достаточно. Еще пополам. Чтобы было потом удобно есть, накалывать на вилку. Берем банку. Добавляем несколько горошин черного перца горошком. Выкладываем капусту. Немножко уплотняю, только все-таки без фанатизма. Она должна быть в таком свободном лежании. Свободное плавание. Да, сейчас еще мы ее добавим сюда. Когда капуста уложена, ее нужно залить чистой холодной водой. Обычной водой. Полную-полную банку. Важно, чтобы вся капуста была в воде. Прикрываю крышкой. Все, первый способ. Хозяюшки, уже готов. Поверьте, это очень вкусно. Ну и продолжаем. Следующие баночки. Овощи можно взять любые. В первую банку мне понадобится морковь, которую я натру на терке по-корейски. Можно просто на брусочки нарезать, на кружочки. Тут уже вообще не имеет никакого значения нарезка. Следом пойдет сладкий болгарский перец мясистый. Возьму вот так вот наискосок. Вот сегодня мне хочется так. И в эту баночку я положу цветную капусту. Разделю на чуть мельче соцветия. Чтобы было удобно накалывать потом на вилочку. Теперь моя самая любимая банка. На дно морковь. Несколько кусочков сладкого перца. Капуста. Слой. Немножко встряхиваем, чтобы больше овощей туда уложить. Только же без фанатизма, можно так натрамбовать. Да, Сережка, тут ты прав, конечно. Без фанатизма. Снова морковь. Снова кусочки перца. И все, что осталось. Да, тут уже полет фантазий. Эту баночку отставляем. Займемся следующей. Я добавлю капусту. Осталось у меня. Нарежу на вот такие вот кусочки. Тоже грубо. Сюда же яблоко. Вкусно. И с яблоком. Несколько кусочков. Несколько зубков чеснока. Прямо целыми. Берем банку. На дно свекла. Которую я просто нарежу, как картошку. Перелаживаю все слоями. Капуста, чеснок, кусочки яблока. Снова свекла. Сладкая-сладкая, молоденькая. Снова капуста. В общем, вылаживаем все слоями. Что у нас есть? И все, что осталось. Да. Яблоко. Ну все. Баночки уложены. Посмотрите, какая красота. Теперь осталось их только залить остывшим рассолом. Глаз-алмаз. Полные-полные баночки под самые завязочки. Вот такие заготовочки, друзья, у нас получились. Оставляем их при комнатной температуре на 2-3 дня. Кстати, под низ обязательно ставим тарелочки. Да еще и с голубой каемочкой можно. И прикрываем крышками. Поверьте, если вы каждый день будете употреблять граммов 100 таких овощей, ваше пищеварение наладится. Я на себе проверила. Поэтому это то, что нужно. Друзья, сейчас покажу, что происходит на следующий день. Видно помутнение в этих первых двух баночках. Здесь оно самое сильное, так как морковь и перец этому способствуют. Беру деревянную шпажку и выпускаю воздух. Видно, как пузырьки? Да, да, да. Видно, да? Я всегда так делаю, когда квашу капусту, мариную овощи. В этой баночке также началось брожение, но не такое активное. Все-таки морковка ускоряет этот процесс. Тоже немножко так проткну, чтобы вышли газики. Важно, чтобы овощи все были в воде. Ну и третий. Я поставила маленький грузик. Это капуста, которая без соли, вообще просто с одной водой. Здесь, друзья, еще совсем слабый процесс. Тоже проткну, выпущу газики. Снова крышку ставлю, маленький грузик. Все, оставляю снова, пусть продолжает бродить. День второй. Смотрим содержимое баночек. Там, где цветная капуста, перец и морковка, я вижу, уже хорошо перебродило. Выпускаю воздух. Возьму кусочек. И попробую. Уже солененькая. Прекрасно. Эту баночку я ставлю в холодильник на 2-3 дня, чтобы овощи дозрели. Так, смотрим, что у нас здесь дальше. Свекла, яблоко, капуста. Здесь еще активно идет процесс прожения. Выпускаю углекислый газик. Снова накрываю крышкой, пусть еще стоит. Рано ему. То же самое происходит и с этой баночкой. Здесь только началось активное прожение. Также протыкаю и оставляю эти банки еще на сутки. Прошло 3 дня и уже можно пробовать содержимое наших банок. Начну с беленькой. Беру кусочек и в рот. Тисленькая, хрустит приятно. Уже можно ее ставить в холодильник на дозревание. У этой капусты очень интересный вкус. Мне сложно его описать, это нужно попробовать. Вторая баночка. Слышите, до сих пор хрустит. Конечно. Ну, здесь тоже возьму лепесточек. Ой, свеколку возьму. И сюда же. Это тоже очень интересный вкус. Друзья, попробуйте приготовить хотя бы по одной баночке. Это вкусно. Накрываю плотно крышками и ставлю в холодильник на 2-3 дня дозреть. А вот та баночка, которую уже половину съели. Она так и не успела дозреть. Потому что это очень вкусно. Так бывает. Да. Ну, сейчас покажу, что же получается через пару дней. А получается вкуснятина. Квашеная капуста без соли. Рекомендую вам попробовать ее. Это уже доедаем. Потому что она созрела быстрее всего. Так как здесь морковь и перец, друзья. Вкусно-вкусно. Тоже вкусно. Вообще же кара. Все хрустящее. И морковка хрустящая здесь. И перчик, и капусточка. Класс. Ну, и третий вариант. Капуста со свеклой. Тоже вкусно. Тоже полезно. О, яблоко достало. Я больше люблю свеклу. А я здесь больше люблю капусту. И свеклу. А я вообще все люблю, друзья. Тоже. Смотри, какая капуста. Давай. Все три варианта, все вкусные. Да еще с таким обедом, друзья. Ну, мой любимый муж, как всегда. Посмотрите. И грибная подливка. Я хочу сверху на картофельное пюре. Аня, как вы могли это сделать? Нужно рядышком. А мне нравится именно на нее. Да еще с такими соленьями. Это просто песня. Ставьте лайки, друзья. Пишите комментарии. Делитесь своими полезными советами, секретами. Будем готовить вместе. У нас это очень хорошо получается. Слышно? Сам Бог велел. Всем приятного аппетита, мирного неба, вкусной еды. И мудрой жены. Все, Сережка, давай. А нас еще ждут грибы. Ой, когда я это все сделаю с тобой? Хорошо, что у меня есть помощник такой, как ты. Так. Все, Сережка.